Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я с Кифом и мы продолжаем играть в Dawnstar Царство Гигантов. Версия Познай Тьму, где мы познаем Дзен Тьмы. В общем-то я это уже говорил. И у нас полнолуние, десятый день. В прошлой серии я был буквально на волосок от гибели, но вроде все обошлось. И наша задача теперь продолжать как-то выживать. И скорее всего, насколько я помню, я планировал пойти... А, вот куча ягод, смотрите какая. Вот сюда в подземелье. Сейчас через эти все ягоды проберемся. Чтобы там их пособирать попутно между делом. Срубим дерево. Хочу сделать казан. Приготовить себе чего-нибудь. Как-то хоть немножко подготовиться ко входу в подземелье. Так, отлично я готовлюсь. Беру ненужные вещи. Хотя бы вот это дерево срубим. Тихая, спокойная ночка. Ничего не предвещало беду. А где моя... Типа база, она типа рядом. Хм. Ладно, казан мы сейчас замутим. Че, в нем только готовить-то собрался. Ну, что-то есть. Рыбу я еще хотел половить, но у меня совсем нет паутины. А паутину надо добыть определенно. И где-то такая возможность есть в аккурат рядом с этими ребятами. А, рядом с прудами у нас. Давайте пробежимся. Кстати, можем по дороге пробежаться, свиней поискать. Как вариант. А вот и пауки. И пока что довольно светло. Я лучше побегаю. Без своей шапки. Само собой. Плюс у меня есть броня. Надо разобраться с паучками. А, вот паук. О. Хилочку смогу сделать. Отлично. Да чтоб тебя. Гадкий какой паук. Топор недобитый. О, Честер, Честер. Это вообще шикарно. Честер. Дружище. Просто мега. Проблема в том, что у меня еще и зонтика нет, да? Давайте быстро соберем цветов. Один цветок я нафиг куда-то дел зачем-то. Игра как бы намекает, чтобы я не глупил без осры на ту надобности. Кстати, тут лучше зарядить. А в Честера часть вещей лучше спрятать. А, вот же у меня зонтик есть. Отлично. Что я туплю? Немножко недобитый зонтик, но все же же есть. Ладно, надо пауков добить. Да чтоб тебя, только не жги их. Вот сжечь я их вообще не хочу. А вот это нужна вещь. Есть такой момент. Еще эту соберем. Кто-то там каштан. Ладно, пойдемте заморочимся. Удочку сделаем. И что еще хотел сделать? Я хотел сделать... Казан. Да, казан. На казан у меня по идее всего хватает. Будем надеяться. Хилки у нас из чего там делаются? Два пепла надо. Надо еще один пепел сделать. Но это, думаю, не особо-то сложно. Тупо вот так. И все. Мне зонтика на этот раз хватит? Или нет? Надеюсь, что хватит. Всякие еще ништячки по дороге соберем. База наша, база. А, толку от кастрата не особо так, что много. На самом-то деле. Ну, давайте сделаем лечебную мазь. Хорошо, немножко полечились. Все непременно нужна удочка. Отлично. Удочку тоже сделали. Что еще? Что еще у нас дальше? Еда. Холодильник. Казан. Уголь я запрятал. Три камня. Шесть угля. А, у меня камня не хватит. Блин. Камня много, но там. Ну, лады. Что теперь? Не хватает, так не хватает. Зонтик почти источился. Пойдемте тогда в подземелье. Такие дела раз. Придется пока обойтись без... Адекватного зонтика. А, у нас вообще никакого теперь зонтика. Хорошо. Очень, блин, хорошо. Надо себе собрать чего-нибудь. О, рука уже. Из ниоткуда в никуда. А нет, она... Она знает, куда стремиться. И, блин, лоха... Плохо то, что это дождь. Значит, он самый неподходящий момент находит. Может, хоть каску хоть немного защитит. Я, конечно, не уверен в этом нифига. Но вдруг. Потому что, ну, пипец. Опять я мокну. Хорошо, что хоть отхилился. Уже как бы плюс. Ладно, побежали. Побежали скорее отсюда. Может быть, мне повезет. И я найду все-таки где-то цветов по дороге. Был бы весьма кстати. Рыбалка тогда, наверное, внезапно переносится. По-моему, шапка хоть как-то допомогает. А я что-нибудь другое могу сделать. Да, еще пять цветков надо. И мой рассудок абсолютно решил опять упасть. О, отлично. Давайте сохнуть быстро. Снимем тогда эту шапку. Быстро-быстро сохни. Сейчас будем рассудок восстанавливать. Ну, тебе нужно подсохнуть. Это обязательно. Да что такое? Ну, дамочка, ну. Жгите тут все к ядрине фене. Влажная морковь. Блин, рассудок совсем. Совсем упал. Это вообще не к добру. Куча морковки, ягоды. Блин. Я должен это собрать. Где хотя бы цветочек? Хоть один. Куча морковки. Ягодки. Будет чем питаться, во всяком случае, в подземелье на первых порах. Так, злой цветок. Злой цветок. Это не то, что бы я хотел встретить на самом деле-то. Ребята, я бы простых цветков... От простых бы цветочков не отказался. Вот совсем-совсем. Блин, я не хочу с этими кошмарами опять драться. Что за новости? Цветочек. Хоть захудалый. Жесть. Нифига никаких цветов. Ладно. Идем вверх. Я уже, наверное, тут все повырвал. А теперь удивляюсь. Ну, зато пофармим всякого разного здесь. Тоже плюс. Сколько я тут делать буду, неизвестно. Но, пока рассудок не восстановится, определенно надо что-то такое делать. Надо бегать. Так, уже он и кошмарчик появился первый. А между первым и вторым промежуток небольшой, как правило. Что тут? А, злой цветок, злой цветок. Что они сплошь-то все злые? Или на таком уровне рассудка не все злые? Тогда все вообще плохо. Нет, есть, конечно, вариант, как можно себе рассудок поднять. Ой. А, ну можно... Ай, е-мое. Тупо убить этого гада. Рассудок поднимется на сколько-то. Или ты, или я. Давай, батл. ПВП. Что, кто кого? Так, Честера-то не тронь. Что ты зубы на Честера наточил? Аккуратненько. Вот. Вот. Уже получше. Тут сплошь злые цветы. А это очень и очень. Вот этого гавра еще завалим. Наверное, более-менее станет рассудок. Мне бы хотя бы в какую-то норму втиснуться. Было бы неплохо. Еще полна луния. Сколько оно длиться будет? Так, 24. Но это небольшое количество рассудка совсем. Еды у меня довольно-таки много. Но бегу я довольно-таки не туда. Да, мне вообще в другую сторону. А, плюс камень нужно добыть. А тут есть где-то, да, вот. Научная машина. К ней побежали. В общем, что-нибудь внезапно быстро выучим. Я думаю, нас это спасет хоть как-то. Можно еще попробовать, конечно, из травы сделать спальный мешок и спать за батоницей. Я пока не представляю, к чему это может привести. Ну, по идее, стоит, наверное, на всякий случай сделать. Еды у меня куча. У меня мяса нету. На меня кроллы в подземелье не будут агриться. В принципе, можно будет побегать там. Относительно неплохо. Чё сплошь злые цветы, ну? Что за новости? Что за некатив игра? Где, где добрые цветы? О, вот тут. Зато самородок. А, ну тут я резался. Ресаться могу. Вернее, еще не резался. Пока не довелось. Каменные глыбы там. И чуть выше можно каменюки понаходить. Отлично. И не только каменюки. Так, вот они, камушки. Давайте тут что-нибудь мы быстро прям так выучим. Чё могу, бритву могу. 29 рассудок. Почему нет? Надо бифала поискать. Они, в принципе, должны тут спать и спать. А спящих бифала можно спокойно таки побрить. На предмет шерсти. Хорошо. Рассудок у меня, конечно, не в самой лучшей форме. Довольно низкий. Спальник. Давайте затестим. Что мне сможет сделать спальник. Могу ли я поспать? Могу. Ммм, дождик. Темнота. Отлично. Всё по плану. Единственный нюанс я забыл. Сейчас, сейчас, сейчас. Молот. Молот. А, у меня молот есть возможность сделать. У меня молот есть. Молота нет. Я бы хотел сделать молот. Взять его в руки. Пойти раздолбать эти свинячьи головы. Сделать себе человеческий зонтик. Вот прям хочу. Травишки соберём. Так, сохранение. Давайте запасёмся. Свиными головами. И тогда отправимся на ночную рыбалку. Потому что я не прочь порыбачить. Ну, пока ладно. Пока бежим сюда, обратно. У меня база будет, скорее всего, под землёй. Замутим нормальную такую. Ну, попытаемся, во всяком случае. Как оно там будет, будет видно. И чё-то я хотел. Я хотел сделать нормальный адекватный зонтик. Компас. Две паутины надо. Хм. Не судьба. У меня эта шапка даже спасает, в принципе. Довольно неплохо. Ну, как неплохо. Спасает потихоньку. Скажем прямо. Но спасает. Побежали-то от цветов ещё немножко поищем. Тут почему-то сплошь злые цветы. Везде и повсюду. Это меня немножко расстраивает. Я хочу нормальных цветов, а не этой какой-то злой ереси. А, ну и камни, конечно. Камни мне нужны. Если я хочу алхимическую машину поставить. А я её хочу. Сколько их там надо? Три камня. Ну, по идее, у меня уже хватает. Так, две этих золотых ерунды у тебя. Так, стоп, я не помню. Я поставил разве там машину. Алхимическую. А, я же её там поставил. А, у меня тогда не хватило только на этот. Ясно. Снимается вопрос в повестке дня. Чё-то я немножко затупил. Тогда мне нужна просто паутина. Что бы делать? Ммм, типа зонтик. Потому что всё плохо без зонта. Вот, цветочек. Да ладно. Пожжём лес немного. Погреемся, так сказать. Надо рассудок восстанавливать. Надо костёр. Вроде правильно движусь. Да, здесь ещё у нас есть камень. Ладно, давайте здесь где-то костёр я и поставлю. Это снимем, чтобы не расходовать. Пустую. Сюда ещё подкинем. И сразу спешит на помощь. Рука. На. Ой. Кушай. Так, чего она молнией напугалась? Бесстрашная рука. А, единственное, что я мог, походу, быстрее без неё. Ай. Не то я. Наелся морковки. К сожалению, опять неприготовленный. Зато отхилился. Блин, дождь по-прежнему проблема. Всё потому, что нет адекватного количества паутины. Надо искать паутину. Ну, давайте, наверное, попробуем в подземелье зайти всё-таки. Глянуть, что там. Потухло. Потухло. Идём в подземелье. Что нам терять? Там, скорее всего, и пауков найдём каких-нибудь. Что-нибудь в этом духе. Держи. Хорошо. Заходим. И сейчас быстренько осмотримся. Да, пожалуй, на этом закончим. Создаём сосны. Создаём пафос. Разгоняем сосны. Разгоняем пафос. Нет. Плодим пауков. О, пауки. Правильно, плодите. Лезем в монстров. Ну, ну. Давай, 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 давай. Уже создавай скорее. Беу, беу, беу. Плюс здесь шарики, эти лампочки светящиеся. Их можно будет в достаточном количестве насобирать. И тогда у нас будет много, много света. И что-то игра не хочет совсем грузить. А, наконец-то. Что-то там за подземелье такое создавала столько времени игра. Я отнюдь не претендую на звание чемпион по выживанию. Не надо мне тут зверских подземелья строить. А, болото. Так, полно луни ушло. Хотя, как оно тут светило. Ой. Так, Честер, сваливаем. Что-то мне подсказывает. В пещерах будет весело. Причем довольно-таки очень. О, да. Давайте этого быстренько шлепнем. О, или он нас быстренько шлепнет. Надо высохнуть. Я слишком мокрый. Чтобы адекватно реагировать. Ну, иди сюда. Эээ, гадость. Отлично. Жжем. И сушимся. Я чувствую, я тут нормально так посушусь. Или не очень. Душ. Душ сверху. Дождь падает. Ладно, давайте тогда на этом остановимся, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.